Приветствую всех зрителей у себя на канале. В последнее время китайский рынок предлагает большое разнообразие всяких разных модулей заряда, которые предназначены для зарядки литий-ионных, литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Среди них есть также и модули, которые умеют повышать начальное напряжение и дают возможность заряжать от тех же 5 вольт, например, сборки 2С, 3С и так далее. В скором времени я покажу вот такой достаточно бюджетный модуль, который может заряжать сборки до 5С, повышающий тоже, со всякими наворотами. Ссылки на мои прошлые обзоры, где я показывал в частности повышающие модули, делал вот обзор на эту популярную штуку, на эту достаточно простую, я оставлю в описании, кому интересно, можете посмотреть. Сегодня же я хочу сделать обзор на вот этот компактный модуль, который является модулем заряда для 2С сборки, то есть 8,4 вольта. И эта штука является повышающим преобразователем. Сборку 2С заряжает от напряжения, входного напряжения 5 вольт. Здесь можно установить ток заряда, можно немножко подкорректировать напряжение, до которого будут заряжены аккумуляторы. А также этот модуль является синхронным преобразователем, за счет чего достигается КПД 90-94%. Ну, по форм-фактору он почти такой же, как, можно сказать, такой же, как наша с вами любимая ТП-4056. Но, конечно же, в отличие от той же ТП-4056, которая, хотя и бюджетная, но работает в линейном режиме, здесь мы имеем не просто импульсный преобразователь с высоким КПД, а именно синхронную топологию. Основные характеристики нашего модуля сейчас перед вами. Построен на базе микросхемы FM4256, в моем случае 4256S22. Эта штука является модулем заряда для 2S литий-ионной сборки. Сборки 1S, то есть одну ячейку, заряжать не может, только 2S. При этом входное напряжение от 4,6 до 5,5 Вольт. Максимум 6 Вольт. На самом деле для этой микросхемы напряжение немножко выше, но здесь по входу на модуле установлен конденсатор, который 6 Вольтовый. Так что не советую подавать больше. Выходной ток 1,2 Ампера максимальный, и этот ток зависит от сопротивления резистора. Чуть позже я этот резистор покажу. Есть также формула расчета. То есть 6000 делим на сопротивление резистора в Омах и получаем желаемый ток заряда. То есть меняем резистор для разных аккумуляторов. Выходное напряжение составляет 8,4 Вольта, заявленное производителем КПД до 94%. Имеет микросхема защиты по перегреву, защиту от короткого замыкания на выходе. Метод заряда стабильный ток, стабильное напряжение. Также я вычитал, что имеется тайминг на 24 часа. То есть если там по истечению этого времени, допустим, у вас аккумулятор вышел из строя, там вы забыли, там идет перегрев. Через это время модуль должен, по идее, выключаться, но информация не точная. Имеется индикация режимов работы CVCC, индикация светодиодная. Имеется защита от пониженного и повышенного напряжения на входе, что, конечно же, хорошо. Возможность зарядки аккумуляторов с напряжением до 4,35 Вольт на ячейку. Ну, синхронное преобразование. И, значит, здесь вот этот нижний пункт я в одной статье посмотрел. Кому-то может быть интересно, допустим, если вы соберете какой-то проект, и эта штука будет все время подключена к аккумуляторам для зарядки. В таком случае от сборки 2С этот модуль будет потреблять, именно от аккумулятора, будет потреблять 70 микроампер тока. Много это или мало, решаете вы. Но информация, думаю, полезная. Несколько слов по поводу платы и компонентов. По центру находится сама наша микросхема, сверху индуктивность. Здесь рядом диод. Вы можете подумать, что это диод в схеме силового преобразователя. На самом деле это не так, потому что, повторюсь, это синхронный преобразователь. Данный диод заменен на полевой транзистор, который находится внутри самой микросхемы. А что это за диод, я так и не понял. Если посмотреть в техническую документацию, там есть схема и там есть на самом деле диод, но это небольшой, не силовой, то есть по крайней мере диод. И этот диод на нашей плате также присутствует и находится тут. Так что именно предназначение этого диода, честно сказать, непонятно. Возможно, какую-то защиту от переполюсовки хотели китайцы тут реализовать. Снизу имеется два светодиодных индикатора, показывающие статус заряда, а если быть точнее, режим работы преобразователя, стабильный ток или стабильное напряжение. Вот тот самый конденсатор 6-ти вольтовый, танталовый, 220 микрофарад, который установлен по входу. Также по входу вы можете заметить достаточно мощный низколомный резистор. И может опять возникнуть впечатление, что этот резистор отвечает за ток заряда. На самом деле это тоже не так. За ток заряда отвечает вот этот крохотный резистор. А этот резистор установлен по плюсу питания и, скорее всего, китайцы использовали его в качестве предохранителя. Но сопротивление больно уж большое для таких задач. Это что касается компонентов. Остальное это просто конденсаторы по входу, по выходу. С обратной стороны у нас ничего нет. Под микросхемой мы можем заметить переходное отверстие. И вот эта вся задняя часть является радиатором охлаждения. С учетом того, что опять же это синхронная топология, здесь потери небольшие. Я думаю, что перегревов особо сильных здесь не будет даже при максимальных токах заряда. Хотя все нужно проверить. Очень важно понимать, что сам по себе этот модуль не обеспечивает никаких защит непосредственно для аккумулятора. А также не умеет балансировать напряжение на ячейках. Поэтому если собираетесь использовать в каком-то проекте, необходимо аккумулятор в обязательном порядке дополнить платой BMS наподобие вот этой. Здесь мы снизу видим наличие пассивной балансировки. Конечно, лучше все-таки активный балансир, но за неимением ничего сойдет и пассивный. Начинаем наши тесты. Имеется источник питания 5 вольт, который через USB тестер. Чуть позже мы подадим на наш модуль. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что собственный ток потребления данного тестера составляет 23, почти 24 миллиампера. При подключении нашего модуля этот ток возрастает ненамного. Всего лишь на несколько миллиампер. И это с учетом того, что здесь светится светодиод, он потребляет определенный ток. Давайте теперь проверим напряжение на выходе нашего модуля заряда. И это напряжение составляет 4,3 вольта. Так, 4,32. Возможно, когда мы подключим потребитель в лице аккумулятора или нагрузку, то автоматическим образом это напряжение будет уже выше. Давайте заодно, не отходя от кассы, проверим защиту от коротких замыканий. Для этого просто замыкаем выход модуля и видим, что ток потребления на входе 130 миллиампер. При этом практически все здесь абсолютно холодное. Сама наша микросхема греется, но прям неощутимо. Прям неощутимо. Так что защиту от коротких замыканий удерживает. Давайте еще раз проверим напряжение на выходе. Посмотрим, все ли тут нормально. Да. Так. 4,32 есть. Ну а теперь подключаем аккумуляторы. Итак, есть у нас два последовательно соединенных литий-ионных элемента питания 81650. Они, можно сказать, практически разряжены. И сейчас мы все это дело подключим к нашему модулю. Ну а через амперметр, чтобы мониторить ток заряда, который покажет мультиметр. Подключил. 1,2 ампера есть. Все правильно. 1,2 ампера. Но ничего у нас, значит, здесь не светится. Правда, изначально, когда у нас светился красный индикатор, стоит лишь подать питание 8,4 вольта, точнее подключить аккумулятор. И у нас начнет светиться, вот, мигать, точнее, синий индикатор. Не особо видно на камеру, но это происходит. Притом, аккумулятор сейчас не подключен. То есть, таким образом, у нас система поняла, что подключен аккумулятор и стал выдавать на выходе более высокое напряжение. По поводу тока заряда, думаю, понятно. Теперь давайте проверим в этом состоянии. Напряжение на выходе. Так, подключаем мультиметр. Ну, почти 8,4 вольта. 8,38. Давайте поставим это все на зарядку. Правда, я не пойму, каким образом у нас индикация будет осуществляться, каким образом мы поймем, что заряд окончен. Возможно, после завершения у нас засветится синий индикатор. Так, по поводу входных параметров. Напряжение у нас просело до 4,8 вольт и потребляется на входе 2 ампера тока. Процесс заряда идет. По истечению 10 минут я сделал замер температуры с помощью тепловизора на двух точках, на дросселе и в самом горячем участке нашей микросхемы. И, как видим, здесь температура 51,37 градусов. Соответственно, это все особо сильно не нагревается, что неудивительно с учетом небольшого тока заряда и синхронной топологии преобразования. Процесс заряда окончен. Обратите внимание, что сейчас светится только синий индикатор. Давайте проверим напряжение на ячейках. Первая ячейка 4,13. Это небольшой недозаряд, но нужно учитывать начальный разбаланс аккумуляторов 4,2 на второй ячейке. Ну, в принципе, неплохо. Не четко до 4,2 вольт, потому что эта штука не умеет мониторить напряжение. На аккумуляторах выдает свои около 8,2 вольта. Возможно, если оставить в таком состоянии, модуль будет периодически включаться, дозаряжать, отключаться. Не могу утверждать, но есть подобные модули. Ну, в любом случае, заряд осуществляется. Опять же, повторю, что вот таким вот образом заряжать все это дело нельзя. Необходимо дополнить наши аккумуляторы платой БМС и, желательно, пассивной балансировкой. Подведем итоги. Что мне в этой штуке понравилось? Я тестировал много аналогичных модулей, в том числе и всяких заумных, которые обещают умные алгоритмы заряды, даже балансировку. Эта же зарядка, да более простая, напоминает нашу с вами любимую ТП-4056. Именно за счет простоты и дешевизны, последняя стала просто топом для зарядки один из литиевых аккумуляторов. Я думаю, что если речь идет о зарядке 2 из сборки, то эта штука вполне может стать новой ТП-4056. Здесь, конечно же, фишек больше, чем в ТП-шке. Это повышающий преобразователь, может заряжать аккумуляторы 2С от штатных 5 Вольт. Это импульсный синхронный преобразователь с очень высоким КПД, практически отсутствует нагрев. Имеется режим заряда CVCC, стабильный ток, стабильное напряжение, то есть правильный алгоритм заряда для литиевых аккумуляторов. Четко работающая индикация и небольшая стоимость. Естественно, нужно понимать, что эта плата сама по себе не умеет мониторить напряжение на аккумуляторах. Это чисто зарядка. И эксплуатировать необходимо с платой БМС и балансировки. А так, для тех задач, для которых эта плата создана, в принципе, она является очень-очень неплохим решением. Для меня, в общем-то, это новый фаворит, если речь идет о зарядке 2С лития от 5 Вольт. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оставлять свои отзывы, оценить данное видео, подписаться на иные мои ресурсы. Все необходимые ссылки найдете в описании. До новых встреч. Пока.